Все лифты, отработавшие свой срок службы, должны быть заменены в нашей стране до 15 февраля 2025 года. Все работы в рамках соответствующей федеральной программы оплачиваются из фонда капитального ремонта. Тверская область также активно участвует в этом процессе. Правда, конечный результат жильцов радует далеко не всегда. Этой 12-ти этажке на улице Артюхиной уже более четверти века. Столько же до недавнего времени было и двум лифтам. До недавнего, потому что пару лет назад, к радости жильцов их начали менять на современные. Однако радость была преждевременной. С самого начала работа не задалась. Очень долго они собирались. С августа месяца по февраль месяц лифты собирались, постоянно меняясь подрядчики. С приходом новой управляющей компанией лифты вообще бедово. С 1 декабря встал грузовой лифт по непонятным причинам. Как потом выяснилось, перегорел частотник у них какой-то. До сих пор не отремонтированы. Счета выставляются за два лифта. Расчет они делаются живым комплексом. У руководителя испытательной лаборатории, занимающейся лифтами Сергея Буткарева, такие сроки вызвали легкое удивление. Учитывая, что данное оборудование доставляет людей и грузы на высоту в 10 этажей и выше, ремонт, по идее, должен протекать куда быстрее. Есть некоторые узлы, которые не находятся сложные технические, которые приходится долго ждать, ремонтировать. Это может занять как несколько часов, так и до нескольких дней. Это может затянуться. Все зависит, конечно, от поломки. Однако ни управляющей компанией, ни фирме Инжтехсервис, которая вроде как должна обслуживать данные лифты, все эти сроки видно не указ. Никто не стал суетиться даже после недавнего случая, который произошел с сыном Игоря Иванова. В 7.30 утра ребенок поехал на лифте в штатном режиме, лифт спускался у нас, поехал вниз. Потом резко, как с его слов сказано, лифт поехал вверх. Вот набрал высоту, в параллельном поехал. Остановился, вроде что-то щелкнулось, задымилось, заискрилось. Кое-как он мне позвонил по телефону, я еле расслышал, что он в лифте. Самостоятельно у Игоря Иванова двери открыть не получилось даже монтажкой. Помог лишь механик, прибывший на место минут через 40. По словам Сергея Буткарева, это единственный правильный алгоритм действия в такой ситуации. Ни в коем случае нельзя пытаться выбраться из лифта самостоятельно. И не нужно бояться, что кабина вдруг сорвется вглубь шахты. Даже если у нас тросы эти оборвутся, что практически невозможно, то кабина у нас не полетит свободно. Она какое-то, может быть, расстояние пройдет небольшое, а потом сработает механизм ловителя. Он работает не от электричества, чисто механически. А еще в избежании проблем с лифтом в каждой управляющей компании или ТСЖ должен быть аттестованный сотрудник. Он обязан знать данное оборудование, как свои пять пальцев, своевременно его обслуживать, а в случае ремонта и контролировать весь процесс. В том числе и закупку, а также доставку запчастей. А сейчас актуальная информация в преддверии длинных выходных.